Россия имеет достаточно ракет и беспилотников для нанесения ударов по Украине. Однако высокоточных ракет, которыми российские военные, преступники бьют по энергосистеме, не так уж и много. Об этом заявил спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире всеукраинского телемарафона. Новостей в воскресенье 27 ноября. Он добавил, что украинской системе ПВО тяжело работать, поскольку она не обеспечена всеми огневыми средствами, которые нужны Украине сегодня. Впрочем, Украина в ближайшее время получит дополнительные комплексы АРИСТ, отметил военный. Представитель воздушных сил ВСУ также ответил на вопрос о том, сколько Российской Федерации может выпустить ракет за один раз. Он напомнил, что агрессор выпустил и 30, и 50, и 70, и даже свыше 100 ракет, как и в начале октября. Однако высокоточных ракет, бьющих по энергетической инфраструктуре, а это X-101, X-555 и калибры, не так уж и много у них осталось. Искандеров вообще 100, а может и меньше, заявил Игнат. Спикер воздушных сил ВСУ считает, что у России вряд ли получится нарастить свои производственные мощности настолько, чтобы догонять то, что тратят. Перед ударом российским захватчикам надо сначала определиться, куда они будут бить, должны проанализировать последствия. Именно поэтому мы призываем граждан не публиковать, не предоставлять врагу лишнюю информацию, объяснил он.